В прошлом выпуске мы рассказывали о драматической судьбе бегемота Турсумбоя, умершего в зоопарке Душанбе, скорее всего, от холода. От аномальной погоды в Таджикистане пострадал не только он один. В городах сегодня мерзнут люди, а в горах Памира – птицы и животные. Для страны, которая уже 20 лет испытывает хронический энергетический кризис, каждая чуть больше, чем обычно холодная зима, становится испытанием на выживание. Репортаж наших корреспондентов. Таджикистан этой зимой мог бы стать большой декорацией к фильму «Катастрофе». Здесь холодно, как никогда. Днем температура опускается ниже 15 градусов, а в горах до минус 25. Рекордные морозы стоят на фоне отсутствия света. Бесперебойная электроэнергия подается только в Душанбе. Также в городах не работает центральная отопительная система. Нет горячей воды. Обрушившиеся морозы стали причиной многих социальных проблем. Люди обогреваются самодельными буржуйками. По всей стране в школах отменили занятия. Васиме Махмудовой 75 лет. Пожилая женщина живет одна в Чкалуске. Нам позвонили с горсобеса по предложению хукумата. Обзвонили всех малоимущих. И сказали, вы согласны идти в гостиницу, так как дома холодно? Многие жаловались, особенно старые люди, плохо. Переносят холод. И я сказала, меня запишите первую. Я пойду. Потому что дома очень холодно. Таких, как тетушка Васима в Сагдийской области много. В одном Чкалске пожилых и одиноких людей более 60. Пока в гостинице «Худжанд» разместили 10 человек. Кроме тепла, стариков также обеспечили трехразовым горячим питанием. Суточное пребывание здесь – 5 долларов. Однако платить эти деньги пенсионеры не в силах. Потому что здесь остались только русские. А родные их покинули и уехали в Россию. За них платят предприниматели и благотворители. Аномальные холода застали врасплох даже птиц и животных. Первыми стали гибнуть обитатели высокогорья. В Сагдийской области объявили акцию по кормим животных и птиц. Для этого экологи поднялись на вершину горы Магалтау. Привезли сюда 500 прессов сена, 400 килограммов зерновых и 150 килограммов пшеницы. Нами было организовано специальное место для корма животных. К этой акции привлекли все организации, работающие в сфере экологии. Несмотря на бюджетные трудности, в Абаджам-Гафуровском районе на спасение природы выделили тысячи долларов. Также власти Сагдийской области обратились к жителям с просьбой как можно чаще поить и кормить птиц и животных из столичных парков. Рекомендуем кормить птиц и животных свежими ягодами, овощами и фруктами, а также устанавливать дополнительные поилки. Помимо кормушек можно развесить гнездовья, чтобы птицы могли находить убежище от холода. Балкарки, дикие утки, фазаны, волки. Даже птицы, чья температура тела выше 40 градусов тепла, могут погибнуть от холода и голода. А бегемоту Турсенбаю уже ничего не поможет. Он стал самой громкой жертвой суровой погоды. Его нашли мертвым в феврале после завтрака. Врачи констатировали инфаркт с оговоркой, что сердце могло не выдержать стресса от низкой температуры. Зиму провели очень трудно. Холодная зима оказалась, и электричество постоянно отключали. В нашем районе очень маленький лимит электроэнергии, а запастись углем и дровами не смогли. Не было денег. Мы пережили зиму хорошо, потому что знали, что она в этом году будет холодной, и еще летом запаслись углем, дровами и продуктами питания. Очень холодно. Мы редко выходили гулять. Так мы каждый день гуляем. Погода среднестатистическая, если собрать, то так и получается, что, в общем-то, нормально. Почему нет? Мерзли очень. Во-первых, мы живем в районе Дурдоя. Свет, без конца. Мы бастовать выходили. У нас, я говорю, насчет света у нас очень тяжело было. Мерзли, а как иначе? Без этого никак.